То, что вы видите, это не просто лесные ямы, а следы грабительских раскопок. Курганный комплекс, как памятник исторического наследия, за несколько лет частично и безрассудно разграблен. Общественники бьют тревогу. Мы считаем, общественники, что вот это внимание к этим памятникам, оно, конечно же, послужит делу их сохранения. Потому что вот эти ямы, грабительские, которые были выкопаны, а надо сказать, что археологи, многие считают, что это археологи копали. Нет, археологи за собой рекультивируют памятник. То есть они его полностью восстанавливают, как он был до раскопок. Все вот эти ямы, это следы грабительских раскопок. К сожалению, большинство курганов Подушкинского лесопарка, они повреждены. На территории Подушкинского лесопарка расположено около сотни уникальных славянских захоронений и селища наших предков 11-13 веков. Эта площадка покрылась культурным слоем, землей, которая образовалась вследствие деятельности человека. Но с недавнего времени эти куполообразные насыпи высотой в 2-3 метра стали привлекать все большее внимание у незаконных копателей. С помощью металлоискателей и лопат невежественные кладоискатели пытаются отыскать в рукотворных погребальных сооружениях сокровища. Однако все откопанные находки могут представлять ценность лишь как экспонаты в музее. Черные копатели наносят неизгладимый ущерб для исторического наследия Одинцовского района. Отчаянные кладоискатели никак не поймут, что никакой иной ценности, кроме как исторической, артефакты, находящиеся на территории культурологического памятника, не представляют. Поиск и изъятие археологических предметов без соответствующего разрешения является уголовным преступлением и может повлечь за собой штраф в размере до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до двух лет. Законодательство, оно определено, да, так сказать, но оно не будет работать. У полиции своих хватает дел и проблем, да, но если население само не будет понимать цели и задачи, не будет понимать важность того, что мы можем потерять могилы предков, наше общее историческое наследие. В ближайшем будущем это культурологическое место хотят сделать публичным и включить его в состав парка отдыха. Здесь будет введена должная охрана, планируется проведение краеведческих экскурсий по тропам наших предков с современным аудиогидом. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.